Вопрос следующий. Давайте мы с вами найдем, дадим название вот следующим шести стратегемам, которые мы с вами поговорили. Ищем творчество. Это очень важное дополнение, я бы сказал. Не, ну тут, да, понятно, что это метафоры. Тут на самом деле, что такое метафора? Метафора – это сосуд, который сам наполняет в меру своего образования, своих интересов и так далее, и так далее. Тех проблем, которые сейчас. Ну хорошо, значит так, у нас получилось такое наблюдательность, чувствительность. Что вы сказали еще? Творчество. И получение преимущества, завладение инициативой. Китайцы это называют стратегемой равных сил. Да, одинаковых противников. То есть, если ваш противник такой же, как вы, вы применяете вот эти стратегемы. Рекомендуется их применять. Ну, наверное, ими не ограничиваются, но вот рекомендуется. Давайте идем дальше. Бить по траве, чтобы вспугнуть змею. Это удар, нанесенный на удачу, позволяет выяснить истинное положение дела, обдумая последствия этой пробы и приступая к решительным действиям. В армии это, ну, называется разведка боем. Для чего проводится разведка боем? То есть, опять, это в некотором смысле тоже жертва. То есть, какое-то подразделение небольшое отправляется в атаку. Для чего? Для того, чтобы вскрыть какие-то огневые точки, которые не видели раньше. То есть, те люди идут, и они по большей части могут погибнуть, но ты обнаруживаешь огневые точки, их уничтожаешь и потом отправляешь уже в свои основные силы. Что еще может быть подпроходить сюда? Ну, различного рода провокации, конечно же. Акции, провокации. Ну, вот давайте я вам немножко отвлекусь, поговорим про Гагарина. Мы же сегодня уже говорили, да? Чуть-чуть. Еще поговорим. Вот, кстати, для меня было интересно, я когда вот тут некоторое время назад встал, но я знал, что он там из Смоленской деревни. Но я не знал, например, такую вещь, что Гагарин из-под Гжатска, да? И, в общем, немцы оккупировали их деревню, и его семья, их выгнали из дома. Их семья полтора года жила в землянке. Это минимум две зимы. Вы представляете? Он видел, как немцы забрали, я даже не знаю, вот судьбу его братьев, брата и сестра старших, немцы забрали, угнали в Германию. Он видел, как отец пытался что-то там сделать, как отца избили немцы. И это все он видел. То есть я к тому, что вот какое детство было у парня, да? И в результате рост у него какой был? По-моему, метр пятьдесят семь. То есть он совсем маленький. Он совсем маленький. И когда он поступил в Оренбургское летное училище, то я не пилот, как бы я не знаю, но я читал о том, что он какое-то время не мог самолет посадить. У него что-то там носом клевал самолет и так далее. И просто его хотели даже отчислить из военного училища, из этого летного. Но потом кто-то опытный сказал, да он маленький, у него маленького роста, вы ему просто подушку подложите, и все будет нормально. Подложили подушку, стало все нормально. Потом после этого училища он попадает на крайний север служить, Лаустарий. Я знаю, это такая дыра. Мама дорогая, я знаю это место. Потом оттуда он попадает в отряд космонавтов, тоже, знаете, это как бы такое, все на полигонах там и так далее. Потом он летит в космос. Интересно, кстати, с какой проблемой сталкивались. Люди же, ну во-первых, ему никто не гарантировал, что он вернется. Я вот, ну вот сам Гагарин просто про себя что говорил. Он сам говорил, что я не знаю, кем я был последний, как он говорил, я был первым космонавтом или последней собакой. Как-то так вот. А вы знаете, что был первый космонавт, который был в космонавте? Это неправда. Я читал очень серьезных людей. Никакого космонавта не было, никто не погибал. А он не могил? Это дело, что это просто первый громбом поет? Нет, вот смотрите, дело в том, что первых, были ракеты, которые отправляли, и там сажали чучелов в скафандре просто для того, чтобы занимать место, и вес какой-то был. И поэтому, когда этот чучелов к скафандре приземлялась, то есть люди со стороны видят, что берут какого-то человека и бросают в машину. И причем он как-то себя ведет, этот человек, как будто он не живой. То есть поэтому говорят о том, что, возможно, есть такая версия, что не было такого человека. То есть Гагарин летел, но ему никто не гарантировал, что он будет живой. И на самом деле у него была масса таких вот как бы ситуаций, когда он мог погибнуть. К счастью, все обошлось. И еще не знали, что? Не знали, что как человек себя поведет вообще в космосе, в невесомости. Поэтому он, почему он так говорил, что я был последней собакой? Потому что он ничем не управлял. Во время полета он ничем не управлял. Он мог управлять, но ему сказали, лучше не трогай Юра. Вот, мало ли. Да, но он мог управлять, но опять, чтобы боялись, что человек с ума сойдет. Поэтому ему сказали, уж что-то пойдет совсем не так, Юра. Вот там есть конвертик, в конвертике есть легкая задача арифметическая. Ты ее решишь, достанешь конвертик, решишь задачу. После этого введешь код, когда ты решишь задачу, ты поймешь, какой код. И тогда ты будешь управлять. Вот такая вот интересная история, да? Правда, что говорят, что все люди, которые Гагарина собирали, там же кто-то одевает, какие-то датчики лепит, потом одевает, потом еще что-то, еще что-то, дверь закрывает. Все, кто знал, все по секрету этот код ему сказали. Понятно, да? Вот такая вот история. И что интересно, я еще раз обращаю ваше внимание, парень, который полтора года в землянке прожил, учился в военном училище, не столичный город, потом служил на крайнем сфере, и вдруг этот человек, через сколько он летал? 108 минут. Через 108 минут он становится звездой мировой. Ну, я не знаю, с кем вот можно сравнить. Ну, позаимствовать труп, чтобы вернуть душу, это вот чем-то похоже на какую стратегему, скажите? Редко такое бывает, чтобы противники встретились, и сразу там пошла резня, гоня и так далее. Они начинают маневрировать. Для чего? Они начинают искать какую-то позицию, где мне будет удобно. Вот тут у меня будет гора, тут у меня будет еще что-то, да, тут болото, они не обойдут с тылу. И здесь я согласен. А тот приходит, а я не согласен. И они начинают опять маневрировать там, пока не найдут то место, которое устраивает. Это называется позиционная война. Умные люди в споре, они тоже, кстати, они никогда не начинают спорить вот сразу там, ну, если это просто там, как бы, люди просто любят поспорить, получать удовольствие, это одна из ситуаций. А вообще-то, если это какой-нибудь принципиальный спор, то тогда тоже начинается с позиционной такой, то есть, а давайте мы определимся с тезисом, а давайте мы определимся с понятиями. И вот начинается выяснение. Когда вот все по полочкам разложили, потом мы начинаем приводить свои аргументы. И тут можно как? Просто заставить человека спорить на ту тему, в которой ты хорошо разбираешься. Не лезь в том, что ты не понимаешь, да? В чем он тебя сделает? Вот сегодня брякнул я про китайский язык, да, про эту совесть, и попал, да? Вот не лезь, куда тебя не просят, да? Занимайся теми вещами, которые ты понимаешь. Стратегема номер 16. Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. Здесь речь идет, есть как бы такое понятие у очень хитрых там стратегемщиков, есть такое понятие технология победы, а есть понятие технологии поражения. То есть можно победить противника, а можно дать ему технологию поражения, для того, чтобы он проиграл. Он помог, то есть сделать его союзником, помочь ему проиграть. И приводится у китайцев такая притча, когда там отряд разбойников зажали в горах, и у них продуктов много, оружия много, обложили их со всех сторон, ну а как бы на горе там можно очень успешно долго обороняться. Они пуляют, там солдаты погибают, правительственные войска толку никакого. Уже потери такие, что к начальству докладывать стыдно, как бы задача не решена, а уже начальству о потерях докладывать стыдно. И тогда думают, что же делать. И как всегда находится какой-нибудь такой мудрец в отставке, который говорит, нужно показать им, как они могут спастись. Зачем ты перекрыл все ходы? Ты оставь им один, и они будут знать, что они точно погибли. А когда кого-то зажали, вот как крысу говорят, крыса загнанная в угол, становится страшно, она бросается. Поэтому не нужно, нужно дать, чтобы могли потихонечку убегать. Пусть они там, появляется возможность, они начнут убегать, а ты их потихонечку всех переловишь, пока они будут убегать. Понятно, да? То есть нужно показать им возможность для спасения. Можно какой еще привести пример? Вот у нас, к сожалению, в нашей культуре, ну я не всегда вижу вот таких вот хитрых, такие хитрые моменты, что ли. Ну то есть два человека спорят, и почему второй никогда не соглашается? Потому что если я соглашусь, то мне это сто раз припомнят, на мне попляшут и всем об этом расскажут. Поэтому я буду до последнего не соглашаться. Даже я уже понимаю, что, может быть, я полный дурак, но я буду стоять на своем, потому что мне в этом опасно признаться. Тут как можно? Нужно сказать, нужно помочь человеку сохранить лицо. То есть нужно как-то так человеку сказать, что да, ну вот, сделать так, чтобы ему было не стыдно признать свою ошибку. Надо его за что-то, за другое похвалить. Сказать, да вот вы знаете, я сам в этом деле только недавно разобрался, а сам такие же ошибки сделал. То есть нужно помочь человеку сохранить лицо. Тогда будет проще этого человека переубедить, тогда он проще согласится и пойдет с вами согласиться и пойдет на ваши какие-то условия. Вот очень хорошая стратегема 17. Бросить кирпич, чтобы получить яшму. А что там нарисовано? То есть это стратегема неравноценного обмена. Мастер в этом. Остап Бендер, конечно, тоже. Ну вот обмять одну вещь на другую того же рода, но разной ценности и получить большую выгоду. Ну это как приезжали европейцы в Америку и на зеркальце, на какие-то там штучки, обменивали золото. Ну как мы можем... У кого самая красивая форма? Не думали? Форма у кого, у военных самая красивая? Ну наверное у моряков все-таки. Или черная, или белая. Вот всегда завидовал. Я сухопутчиком был, да, всегда завидовал. А почему она у них самая красивая? Да, потому что служба самая собачья, самая тяжелая, понимаете, да? То есть каким образом можно молодых дурных привлечь куда-то? Показать им форму красивую, они придут. А потом уже, когда эту форму одели, потом уже... Где же меньше-то? У них больше. Но я имею в виду, что... Это как бы есть... Как можно людей привлекать куда-то? То есть у нас есть какие-то материальные, да, есть методы стимулирования. А есть нематериальные. Понятно? Ну вот, например, как молодого человека, чтобы он пошел в военно-морское училище? Ну, к примеру, вот там любит он девушку, а та на него внимания не обращает. А он думает, а вот одену я эту форму, и она уже точно не устоит. Я не знаю, как сейчас это работает, в мои времена это работало, короче. Вот многие говорили, что как тот же Кавказ там завоевать? А потому что надо чаще генералами делать, кого надо, понятно? Сделал генералом русской армии, и все как бы. И парень перестал воевать. Доски почетаны, а это же стоит очень мало, но и человека повесил, и человеку приятно. И лишний раз премию выдавать не нужно, если денег нет. Вот эта история была такая интересная, но это еще в советские времена. На Байконуре там шлагбаум, и не могли, нужен там, как он, не могли найти специалиста, но как-то там было в объявлении, что-то нужен, там работник на шлагбаум, что-то типа такого. Не могли найти. Зарплату указано, не могли найти. Написали, нужен директор шлагбаума. На следующий день нашелся человек, который там потом очень долго работает. То есть о чем речь опять? О том, что если вы руководитель, ну не бойтесь вы там своим подчиненным, если есть возможность, давайте какие-нибудь громкие названия. Если у него на визите написано, там он директор департамента, ну это же звучит, чем он там какой-нибудь там замначальника, да, завскладом и так далее. Тем более столько замечательных иностранных названий сейчас все эти все непонятные, да. Ну и 18-я стратегема, чтобы поймать разбойников, нужно прежде поймать главаря. Ну и тут Тегеран 43, помним, это реальная история. Ну фильм-то, конечно, не совсем, но вообще это была реальная история, когда Гитлер пытался уничтожить лидеров троих воюющих держав в Тегеране. Мы знаем, что, ну если смотрели, почему стреляли в крестного отца-то в первом фильме? Потому что во время переговоров его сын старший, то есть отец-то отказался, а сын проявил заинтересованность. И тогда противоположная сторона решила, что если мы отца уберем, а тогда со старшим сыном мы договоримся, то есть вот был такой. Им не удалось, потому что они его не добили, то есть он оказался раненым, а не недобитым. То есть вот эта технология уничтожения главаря. Ну после уничтожения Павла I России изменился внешнеполитический вектор. Ну и все эти террористы, которые всех там взрывали, это кто нарисован у меня вот тест? Кто на картинке? Ленин. Да какие молодцы. Какие молодцы. Ленин с мамой. А что мама плачет? Это поведка? Нет. А что мама плачет? Старшего сына повесили за покушение на царя. И поэтому он говорит, мы пойдем другим путем. Так, ну что, давайте, у нас есть следующие 6 стратегем, даем им название. Не противодействуй открытой силе врага, но ослабляй постепенно его опору. Если надо что-либо уничтожить, следует уничтожить источник. Идем дальше. Там просто интереснее будут стратегемы. Ловить рыбу в мутной воде. Понятно из названия. А вот золотая цикада сбрасывает чешую. Вот эта вот стратегема, у нее два значения. Первое значение всегда сохраняя уверенный вид. Это вот опять Остап Бендер, какая-либо ситуация, самое главное не растеряться, выглядеть прилично, да, и так далее. Например, то есть первое всегда сохранять уверенный вид, а второе это изменение облика. То есть переодеваться в другого человека, понятно, менять одежду при побеге и так далее. Ну вот стратегема, кстати, еще раз, это Остап Бендер был большой молодец. А кстати, знаете, кто слева? Вот у нас тут Миронов, а слева кто? Это Осип Шор. По некоторым данным, это один из прототипов. Ну там два прототипа. Один Валентин Катаев, есть такое мнение, писатель. Он был старшим братом Петрова. Петров это псевдоним Евгения Петрова. И он как бы дал им эту идею, и он продвинул этот роман. Они бы его ничего так, ни за что бы так два молодых писателя, они его так быстро бы не напечатали, если бы Катаев не помогал. А вторая версия, это Осип Шор. Это был такой вот человек. Кстати, он один год проработал где? А? На ЧТЗ. Знаем такой завод? Ну правда, через год его арестовали, как он там оказался. Директором завода был Одессит. Одессит пришли Одессита арестовывать. Этот ступился за него. В общем, короче говоря, посадили обоих. Но Осип Шор прожил довольно длинную жизнь. Умер то ли в конце 70-х, то ли в 80-х годах в Москве и так далее. То есть, в общем-то, при всем том, его жизнь сложилась достаточно удачно. Так, ну вот, как пример опять в сказках. Допустим, Серый Волк, он то конем обратится, то еще кем-то. В сказках это у нас есть. Закрыть дверь, чтобы поймать вора. Здесь как раз наоборот. Помните, была там стратегема, нужно выпустить? Вот. А тут если мало, тогда не выпустить. Понятно? Тут главное правильно разобраться, мало или немало. Просто тут речь о чем? О том, что если противник есть, надо проблему уничтожить. Есть проблема, как бы сними ее под корень. Если можно под корень, под корень, чтобы потом не росло и вам уже не мешало. Вот тоже хитро объединиться с дальним врагом, чтобы побить ближнего. Когда мы стеснены в позиции и скованы в действиях, нужно извлекать выводы и слабости противника вблизи и избегать ведения противника, войны против противника вдали. Дело в том, что это вообще как бы естественно. С дальним у нас, как правило, нет границы, нет каких-либо конфликтов. Но если мы возьмем конфликты, то они, как правило, ну кто воюет? Немцы с французами, потому что есть границы. Англичане с французами, русские там с поляками и так далее. С кем граничим? Это вполне естественно. А с дальними делить, как правило, нечего, и с ними нужно объединяться. 24-я стратегия. Мы объявить, что только собираешься пройти сквозь государство ГО и захватить его. Вот тоже, видите, выделено красным. Это о чем говорит? Да, о том, что она мне не понравилась, короче говоря. Начальник, желающий укротить подчиненного, должен прежде внушить ему глубокий страх, чтобы тот служил предупреждением. Ну вот знаете, как можно трактовать? Бей своих, чтобы чужие боялись. То есть иногда, если не могут наказать вот этого человека по каким-то причинам, то начинает, допустим, наказывать его подчиненных, его друзей и так далее. Понятно, он впрямую. Ну опять, это мне не нравится, но что сделать, если вот такие... Да, кстати, я сейчас помню один пример очень интересный. Он, правда, не очень подходит к этой стратегеме, но очень он мне нравится. Мне вот охота, чтобы люди про него знали. Во время Крымской войны, когда Пирогов нас знаменитый врач, он командовал всеми медицинской службой. И он столкнулся с такой очень серьезной проблемой. Дело в том, что есть такие люди, которые занимаются снабжением, интенданты, да, и они иногда бывает так, что воруют, причем воруют очень серьезно. И тут он столкнулся с такой проблемой, что там бинтов не хватает, лекарств не хватает, все страшно разворовывается. Какой-нибудь начальник госпиталя, он часто, ну там какой-нибудь граф командует интендантской службой, а начальник госпиталя, врач какой-нибудь там из, как они говорят, из разночинцев, он ничего сделать не может, он боится этого графа, он боится на него жаловаться. И тогда, что сделал, что сделал Пирогов? И вот смотрите, какая вот, как это вот красиво, как это здорово. Дело в том, что в такие времена обычно бывает такой подъем патриотического духа. И молодые, в том числе молодые девушки, женщины, они становятся сестрами милосердия. И у него в госпиталях работала какая-нибудь там девушка, а у нее папа всего лишь какой-нибудь князь, который, ну там с государем-императором иногда кофе пьет и еще что-нибудь, понимаете, да? И он что стал просто делать? Он просто, ну бесполезно по команде, просто, ну вот, поговорил с этой девушкой, девушка или там жена там какая-нибудь, позвонила, не позвонила, написала мужу, вот, понятно, да? И в общем там доводили до самоубийств вот этих жуликов, просто доводили до самоубийств и снабжение наладили. То есть вот смотрите, какой ресурс интересный появился. Я понятно объяснил? Да, то есть вот через вот этих девушек, а девушек не подкупишь, не запугаешь, и девушки, они как правило, ну такие как бы принципы, идейные, да, то есть раз приехали, то да, и очень-очень правильный метод, мне кажется. Ну ладно, не буду я об этом говорить, вот очень интересная стратегема, стратегема 27, притворяться глупцом уж и не поддаваясь вожделениям. Кто здесь нарисован? Коломбо. Коломбо. Чем знаменит лейтенант Коломбо? Дурик. Дурик, дурачком прикидывается. Я обращаю ваше внимание, что он работает в Лос-Анджелесе, это город, где живут самые богатые люди мира, и он расследует преступления как раз в этой среде, его клиенты, так сказать, это очень богатые, успешные люди, а он ходит в непонятном каком-то плаще, ездит непонятно на какой машине, и весь его поведение, все его, оно вот такой вот дурачок. Правильно? Но к чему это приводит? Он всех победит, а почему в том числе он побеждает? Потому что все его недооценивают. То есть, понимаете, все его недооценивают, это один из его способов работы, его недооценивают, люди расслабляются и попадают в ловушку. То есть, это не просто так. Вообще, вот, кстати, есть такой термин сейчас, очень популярный, брутальный. Что значит брутальный? Харизматичный. Брутальный, брутальный. Грубый. Да, вообще. И харизматичный. Это не дословно, но брутальный, но грубый. Грубый, но я другие знаю, опять я сейчас боюсь это. Брут это, ну, вообще, брут это тупица, деревенщина. Да, да, да. Узнаем. Ладно. Потом, потом, хватит еще. Это латинский. Это латинский. Вообще, помните, один из брутов убил Цезаря, да, участвовал в заговоре, а его легендарный предок тоже участвовал в заговоре, только против такого царя Торквиния Гордого. Вот, Торквини Суперб. Вот. И там с заговором сначала ничего не вышло, и чтобы его не казнили, он прикинулся дурачком. То есть, брут это буквально дурачок, тупица, деревенщина, понимаете? И вот за ним, за их закрепился вот это вот название. То есть, вообще, как бы, то есть, брутальный вообще-то это, значит, какой? Это не совсем, наверное, то, что вы сказали, а что-то вот больше грубый, такой туповатый и так далее. Вот. Ну и, кстати, интересно, есть такой персонаж у нас, есть такой персонаж у нас, называется Иванушку дурачок. Так вот, а чего же тогда он на царевне-то женится? Свезло? Ну, может быть. Ну, вообще, есть такая гипотеза, ну, не то, что гипотеза, я вот слушал лекцию, я вам сейчас не скажу, женщина, очень интересная, то есть, как-то у нее так лекция звучала, то есть, то ли экономическая стратегия Иванушки дурачка, и там такая теория, что, что такое Европа? Европа – это территория, где мало земли и очень много народу. Поэтому люди не особенно, главное иметь землю, а работников ты всегда найдешь. А Россия – это такая территория, где земли много, а работников мало. И работники имеют очень большое значение, почему вот это и крепостное право длительное так прикрепляли, потому что, чтобы не убегали. Земля-то есть, работать, всегда есть куда убежать, понимаете, всегда есть куда убежать. И вот стратегия это Иванушка дурачка прикидываться дурачком, не показывать все свои достоинства, потому что, иначе тебя будут использовать на все 100%, он этого не желает. Понятно? Ну, если смотрели в августе 44-го, нет, и крайне рекомендую, Алёхин очень шикарно сыграл. Вот это он и одновременно дурачка играл, и в то же время документы проверял, и людей. Это, в общем, сделано, особенно, фильм-то хорошо, а в книге-то еще лучше все это описано. Так, идем дальше. Заманить на крышу, убрать лестницу, но это ловушка такая. Загнать в местность смерти, да, сделать пленниками. Ну, в голову приходит Цезарь, да, знаем, когда он высадился в Британии, сжег корабли, да, сжег корабли для того, чтобы воины понимали, это как дедлайн, есть такое выражение. Вот, дедлайн, идем дальше. Украсить сухие деревья, ладно, это пропускаю, не буду. Вот, кстати, очень интересная стратегема превратить роль гостя в роль хозяина. И очень быстро. Ну, например, вариант такой, что какой-то человек нанимает управляющего свой бизнес, да, все ему, значит, рассказывает он, а потом почему-то он отказывается, оказывается без бизнеса, да, почему-то этот бизнес как-то так вот неожиданно переходит к этому человеку. Вот, примерно, иллюстрация. Почему американское посольство? Потому что, ну, вот давно была такая шутка, почему в Америке не бывает цветных революций. Потому что в Америке нет посольства США. Везде, где есть посольство США, там, что такое цветная революция? Это как раз возможность поставить управляемое правительство. Раньше это была только Латинская Америка, откуда есть выражение банановой республики, да, потому что они полностью контролировались или прямо правительством США, или какими-то американскими корпорациями, а сейчас это уже не только территория Латинской Америки. Китайцы знают, что есть 36 стратегем. На самом деле, этих стратегем может быть намного больше. То есть говорят, если эти все по-разному переставлять иероглифы, то можно еще там кучу стратегем получить. Вот. Но, в общем, все китайцы, но 36 это самое такое популярное, самое известное. Все знают, что есть 36 стратегем, но не все далеко знают все эти стратегемы, но все знают 36 стратегему. Каждый китаец знает 36 стратегему, которая звучит, бегство при безнадежной ситуации, это лучшая стратегема. Вот. Ну и я, ну давайте приведу вам еще несколько примеров. Вот, допустим, опять из античной мифологии, из римской, есть такая интересная история про битву Горациев и Куриациев, когда, когда, ну, в общем, встретились два войска, они будут там, решили не воевать, вот римская, чтобы сожились богатыри. И римляне выставили трех братьев Горациев, а эти вот Аль-Балонга, они выставили трех братьев Куриациев. И началось сражение. В результате сначала один из Горациев погиб, потом второй погиб. И тогда Куриации, один был ранен очень легко, второй средний, а третий тяжело. И тогда Гораций бросается убегать один. И, в общем, противники радуются, римляне приуныли. Но что происходит дальше? Эти Куриации бегут за ним. Из-за того, что они ранены, они растягиваются, он поворачивается, сначала убивает одного, потом второго и третьего. И римляне одерживают победу в этом сражении. То есть бегство может быть еще и маневром. Это Красный Барон, немецкий АС, Первой мировой войны, сбивший почти 100 самолетов. Манфред фон Рингоффен, когда ему задавали вопрос, в чем секрет успеха, он говорил, я никогда не вступал в бой, если не был уверен в результате. Вот. Ну, это у нас Паняковский, да, ну и Остап Бендер не прибега, не пренебрегал этой стратегемой. Ну, если читали «Не знайку на луне», да, то помним, что он сначала очень разбогател на соли и стал очень богатым, а потом вовремя не сбежал и кончилось тем, что, то есть не ушел с рынка, потерял все свои, все свои капиталы и так далее. Вот. Есть стратегемы против более сильного противника, стратегемы равных сил, стратегемы атакующего, стратегемы запутывания противника, достижения преимущества и стратегемы безвыходных ситуаций. Вы знаете, вот мне, правда, они вот по мне, так они так не делятся. Я поэтому их вообще пытался по-своему делить сначала. Вы обратили внимание, что там заголовки по-разному подписаны. Я сначала хотел выделить несъедобные, то есть те, которые я никогда применять не буду, но нужно знать, чтобы их потом следующее у меня шли желтенькие, это условно-съедобные. Понятно, да? То есть те, которые может да, может нет. Ну и последние мне казались, которые в принципе вроде бы можно применять и так далее. Значит, смотрите, я вам раздал вот эти стратегемы на досуге почитайте, еще вложил два своих листочка. Здесь немножечко информация о том, какие у нас детские курсы идут и кое-что вот тут для взрослых. Вот. Ну что я вам хочу сказать? Что сделать, чтобы презентацию получить, вот есть группы мои, да, вот эти, есть группа интеллект-движения основная, например, что бы вам, я бы вам порекомендовал, что если вы хотите получить презентацию, а еще я бы вам мог подарить книжку свою в формате PDF, прислать в электронном виде, то вот смотрите, я бы вам посоветовал, что, не посоветовал, а вступить в вот эту группу, а в этой группе еще зайти и посмотреть, есть канал, мой канал, видео, Александр Беляев Кит называется, и там я записываю видео всякие интересные и что-то из того, что я вам рассказывал сегодня про Гагарина и так далее. В общем, вам просьба, не просьба, а предложение вступить в группу и подписаться на канал, после этого пишите мне, я вам высылаю презентацию, я вам высылаю вот эту книжку в формате PDF, советы великих, в общем, советы великих по ораторскому искусству, по управлению другими, управлению собой. Вот, если вы это сделаете, пришлю с большим удовольствием, если будут какие-то вопросы, пишите и так далее. Дальше, есть еще у меня группы здесь, посвященные Шерлоку Холмсу, в прошлом году я потратил порядка тысячи часов для того, чтобы изучить метод Шерлока Холмса. Я считаю себя чемпионом по Шерлоку Холмсу в России, я вам точно говорю, никто, вот спроси кого угодно, как у него метод, как называется метод у Шерлока Холмса. Я записал 20 роликов, я там все разложил, разобрал все по косточкам и все разложил по полочкам, то есть я единственный человек, который столько времени потратил на это, да, но я разобрался с этим методом, я вам все могу про него рассказать. Вот тут у меня там презентация где-то была тоже на 300 слайдов и эти 20 роликов. Пожалуйста, это очень полезно, если вас интересует вообще как бы интеллектуальное развитие и так далее. Ну и есть еще кое-что, поэтому вступайте, пожалуйста, в группу, подписывайтесь на канал, приглашайте в гости, всегда буду рад. Если у вас вопросы есть, давайте я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и не буду вас больше держать. Спасибо. Спасибо.